МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обрати внимание, сделано в Германии... Дас из Томас. Здравствуйте! С вами Фазенда. Программа о дачной жизни и об удовольствии для тела и души. В жизни наших сегодняшних героев, Ирины и Андрея Салтыковых, часто происходят чудеса. А вот какие, они нам сами расскажут. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Сергей! Взаимно. Холодно? Пойдемте в дом. Пойдемте. Хорошо. Андрей и Ирина живут на своей даче круглый год. Хотят быть поближе к природе, любят здоровый образ жизни. Растят здесь двоих детей. У нас второй ребеночек появился недавно, мальчик. А как мальчик назвали? А мальчика мы назвали Эммануил. Эммануил? Да. Очень редко. Очень редко. И представляете, ну, выбирали имя, взяли книжку с характеристикой имен, закрывали имена, выбрали по характеру. Очень подошел характер. Открываем, Эммануил. Так. Ну, думаем, Эммануил, имя такое. Ну, как бы, сомневаемся все равно. А потом думаем, ну, давайте по дедушкам будем искать. Значит, стали дедушек перебирать. Оказалось, у нас есть тоже дедушка, Эммануил. Как? Думаю, ну, ладно, все равно сомневаюсь. Стали вспоминать, как звали папу у Эммануила, дедушки. Оказалось, Андрей, как вот мужа моего. Эммануил Андреевич. Так это же не все совпадения, представляете? Взяла, думаю, все равно сомневаюсь. Взяла книжку погадать. Так. Открываю книжку. А у меня все книжки в белых опложках. Не знаю, первую папашу себе беру. Открываю на первую папашу со страницы. И читаю. И родит она сына, нарекут его Эммануил. После этого я перестала сомневаться. И вот просто... Тут уж просто указания четкие. Да. Вы знаете, конечно. Я понимаю так, что вы все время проводите с детьми. Ну, практически, да. Хорошо бабушки помогают. Свободное время Андрей и Ирина проводят не только с детьми, но и в кругу друзей. У них порой собираются большие компании. Наши герои даже построили отдельный домик специально для гостей. Несколько лет назад мы с друзьями на Новый год решили сходить в баню. Но у нас, к сожалению, не было своей бани. То есть как не было? Все построили, а бани нет? Ну, сейчас она уже есть. Как бы, правда, еще внутри не отделанная. Ага. Вот. А тогда ее совсем не было. И мы решили сходить к соседям и узнать, может, кто-нибудь пустит себе в баню. Начали стучаться в каждый дом. И вас пустили? Да. И пустили, как бы. И мы очень хорошо попарились. И прям... Так что? Все было суперзамечательно. У нас благодаря этому еще очень много друзей появилось. Вот настоящее чудо. Настоящее чудо. А! Так я, значит, если правильно понимаю, вы хотите, чтобы мы вам баню внутри обустроили. Да. Да? Не без этого. Ага. А сами-то что? Мы любим чудеса. Ага. И сюрпризы. Ну, я понял. Чудеса прям... Вы их притягиваете к себе. Ну, молодцы, молодцы. Ну, а будем стараться. В бане ведь такой обед очень интересный. А вы самые настоящие кудесники. Помещение здесь немаленькое. Да еще и пол в два уровня. Оно и понятно. Гостей у наших героев бывает много. Нужно всем найти место и возможность для отдыха. Для реализации этого сложного проекта решили объединить усилия два дизайнера. Наталья Корнилова и Анастасия Соколова. Девушки, рад вас видеть. Рассказывайте, что придумали. Мы придумали баню в стиле кантри. В дизайне интерьеров это понятие стало общим для многих направлений. А символом станет плетеный из соломы олень. А почему олень? А почему плетеный? Олень, потому что приближается Новый год. И олень одно из животных, которое его символизирует. А ведь именно к новогодним праздникам мы хотим успеть сделать нашу баню. А плетеный он, потому что мы хотим развить тему соломы в нашем проекте. И показать, сколько всего интересного можно сделать из этого материала. Ну, и, конечно, наших героев ждут и другие чудеса и интересные дизайнерские решения. Ну, а какие? Какие? Всего мы вам не расскажем, скоро сами все увидите. Какие вы хитрые, а? Ну, давайте тогда начинать. Давайте. Для чудесного преображения нужно прежде всего сделать перепланировку. Демонтируем перегородку между помещениями. Строим из бруса каркасы внутренних стен. Здесь будут большое помещение для отдыха, предбанник, парилка и зона спа с душевой. Поверх каркаса лягут черновые панели. Мы выбрали строительные панели из влагостойкого шпунтованного ДСП, ведь внутри бани повышенная влажность. Эти панели пропитаны специальными составами на основе парафина. Поэтому они защищают и от проникновения влаги. В местах, где будет особенно много влаги, нужны цементно-стружечные плиты. Эти плиты изготовлены путем прессования отформованной смеси, состоящей из стружки древесинных войных пород, цемента, минеральных веществ и воды. Самая важная часть бани – это, конечно, парилка. И чтобы с комфортом разместиться в ней, не только сидя, но и лежа, ее длина должна быть не меньше двух метров. Сложнее с потолком. С одной стороны, чем он ниже, тем легче прогреть помещение. А с другой стороны, крайне неприятно задевать об него веником, а того хуже – головой. Выход есть – поднять над головой веник и промерить высоту до его кончика. Оптимальная высота потолка в парилке – 230 сантиметров от пола. Между брусками обрешетки стелим пароизоляционную пленку – первое необходимое условие для влажных помещений. Поверх пленки укладываем утеплитель на основе натурального льна. В нем 85% льна и 15% скрепляющего волокна. Льняной утеплитель не осаживается и не теряет своей формы. Что и говорить, для сохранения тепла нет ничего лучше природных материалов. И, наконец, третий слой – фольгированная теплоизоляция. Пора приступать к чистовой отделке. Потолок и стены парилки обшиваем вагонкой из липы. Смотрите, часть дощечек украшена рисунком. Это чеканка по дереву. Методом горячего тиснения на вагонку нанесен удивительный рисунок бамбуковых стволов. Для душевой мы выбрали светло-зеленую плитку. А на полу в зоне СПА будет таракотовая плитка в стиле кантри. За счет природных оттенков они отлично сочетаются. Такое обилие воды, как в душевой, не каждый материал выдержит. А вот плитка сюда идеально подходит. Для пола в зоне СПА мы специально выбрали плитку с рельефной поверхностью. На такой точно не поскользнешься. Задумываясь о тепле в доме, многие встают перед выбором. Печь или камин? Печь хороша в бане, камин в гостиной. А то и другое накладно. Но решение, оказывается, есть. В нашей парилке будет дровяная печь-сетка в форме бочки. А еще это настоящий камин с дымоходом. Устанавливаем печь. Она отлично подходит для выбранного нами деревенского стиля. Подсоединяем трубы дымохода. Они сделаны по принципу сэндвича. Между металлическими трубами уложен утеплитель. За металлические ободки бочки закладываем полудрагоценный камень жадеид. Именно он будет накапливать и сохранять тепло в парилке. Со стороны гостиной оказывается топка со стеклянной дверцей. Настоящий камин. А полки у нас будут, как и стены парилки, из липы. Липа сильно не нагревается, не обжигает кожу. Дощечки полков украшены таким же рисунком, как на стенах. И это тоже чеканка по дереву. Такая нарядная парилка получается, глаз не оторвать. Параллельно идет работа по строительству стенки из шамотного кирпича вокруг банной печи. Кирпич защитит от огня стену между парилкой и помещением для отдыха. У нас есть еще один сюрприз для наших героев. Устанавливаем комплект спутникового оборудования Триколор ТВ. Триколор ТВ – это то, без чего загородный отдых нельзя назвать по-настоящему комфортным. Не отказывайте себе в удовольствии смотреть телевизор за городом. Триколор ТВ – уже 100 цифровых телеканалов. Я тут решил попрактиковаться в запаривании веников. О, это целое искусство, между прочим. Веник изначально сухой. Я подержал немного в холодной воде, потом в теплой. И, наконец, последний этап на 10-15 минут опускаю в горячую воду. Кстати, пока я тут веник запариваю, наши дизайнеры придумали кое-что необычное. Помнится, мы обещали чудеса. У нас есть каркас для букета, мотография, солома, проволока и украшения. А что из этого получится, сейчас увидите. Наталья и Анастасия оплетают каркас для букета соломой и рафии, имитируя гнездо аиста. Эта птица стала предвестником рождения ребенка наших героев. Гнездо будет напоминать им о счастливом событии. Для закрепления соломы дизайнеры используют проволоку. Получилось пышное гнездо, а теперь оно превратится в светильник. И, наконец, настал черед стеклянных украшений. Все-таки скоро Новый год. Вот так из обычной соломы мы сделали интересную люстру к Новому году. Люстра, гнездо и другие чудесные вещи появятся в этом помещении чуть позже. А сейчас у нас по плану покраска потолка в помещении для отдыха. Потолок станет белым и оттенит деревянные стены. Одну из стен помещения для отдыха мы решили оформить особым образом. Для начала наносим слой шпаклевки. Второй слой – специальная грунтовка под декоративное покрытие. И, наконец, само декоративное покрытие – штукатурка на основе известкового теста и мраморной крошки. Она легко наносится с помощью шпателя или кисти. Эта стена у нас станет ярким акцентом в помещении. И неспроста на ней покрытие зеленого цвета. Он один из основных в цветовой гамме стиля кантри. Для стен зоны спа и предбанника мы выбрали влагостойкое декоративное покрытие с воском. Спокойный бежевый цвет дает ощущение уюта и гармонирует с естественным цветом бруса, который остается на других стенах. Воск будет препятствовать проникновению влаги. На очереди пол в комнате для отдыха. Мы выбрали пробковое покрытие, на которое по специальной швейцарской технологии нанесено изображение соломы. Ведь это символ нашего проекта. Фотоизображение распределено так, что повтор рисунка начинается с каждой седьмой доски. Поэтому и создается полное впечатление, что пол у нас не гладкий, а по нему хаотично разбросана настоящая солома. Ну, а теперь вешаем красивые двери. Они сделаны из клееного массива сосны, а сверху отделаны шпоном экзотического дерева зебрано. Дверь в парилку из массива древесины. Отдельные дощечки соединены планкой с креплением, называемым ласточкин хвост. При перепаде температур доски сохранят свою первоначальную геометрию. Пар останется в парилке. Еще один чудесный сюрприз для наших героев. Устанавливаем фитобочку из древесины реликтового сибирского кедра возрастом от 200 до 800 лет. Древесина кедра изданно славится своей целебной силой. Она выделяет фитонициды, биологически активные вещества, которые обладают антибактериальным действием. Тонкий аромат кедра оздоравливает воздух. В электрический парогенератор можно заложить фитосборы алтайских трав или их смеси с эфирными маслами. Пар, обогащенный натуральными концентратами, будет циркулировать внутри бочки, наполняя тело здоровьем и силой. Основное различие между парилкой и кедровой бочкой в том, что в эту бочку с головой погружаться не надо. Нагрузка на кровеносную систему небольшая, и наслаждаться паром можно не пять минут, как в парилке, а целых двадцать. Кстати, находиться в этой бочке довольно просторно и удобно. Устанавливаем лестницу на второй этаж. Ведь там наши герои планируют сделать комнаты для гостей. Мы выбрали готовую лестницу, косауры и ступени соединяются за считанные минуты. Затем устанавливаем резные балясины и перила. Такая легкая и прозрачная лестница не загромождает интерьер, а напротив становится его украшением. Строительные работы закончены. Настал черед освещения, мебели и декора. Под потолком в душевой и в зоне спа будет пять аккуратных водонепроницаемых светильников. В предбаннике эффектные люстры в виде плетеных шаров. А в помещении для отдыха дизайнерская люстра, напоминающая гнездо. Вешаем зеленые шторы с легким белым рисунком в форме листьев. Шторы будут перекликаться с потолком за счет цвета рисунка и с яркой стеной за счет зеленого фона. Ставим удобный диван с изящными подлокотниками и съемным чехлом. Днем здесь будут сидеть наши герои и их гости, а по ночам этот диван может стать дополнительным спальным местом. Он легко раскладывается и превращается в полноценную кровать. Диван украшаем нарядными подушками. Столиком будет служить тюк настоящей соломы. На необычном соломенном полу он выглядит очень органично. Справа от двери появляется вешалка из массива сосны в традиционном деревенском стиле. Деревянный шкафчик с другой стороны от двери заполняем посудой. Здесь разместятся кружки из кедра, из которых можно пить холодные напитки. А еще стеклянная посуда. Наполняем комнату для отдыха красивым декором и светом. Украшением яркой стены становятся плетеные корзинки. Они разного размера, но объединяясь за счет цвета и формы, образуют единую композицию. В помещении появятся разные предметы, выполненные вручную из природных материалов. Папоротника, тростника, водного гиацинта, водоросли, ивы, кукурузы, пшеницы, ротанга, травы. Плетеные коробы, оригинальные светильники – все эти предметы сочетаются между собой по оттенкам и фактуре. Вот в этом плетеном сундуке можно хранить веники или банные халаты. И для создания предновогоднего ощущения здесь будет Дед Мороз. Около камина появляется изысканный золоченый набор каминных инструментов. А с праздничным настроением в помещении для отдыха появляется соответствующий декор. Чудеса, да и только! Здесь стало очень уютно. Но какой же уют без чистоты? А чистоту нам обеспечит современный немецкий моющий пылесос «Томас Твинтый-1». И чисто, и пылесосом не пахнет. Ведь «Томас» моет дом, и воздух в нем. Украшаем предбанник. Здесь будет удобная кованная полка с плавными узорными линиями. На ней появляются банные принадлежности и веники – березовый и дубовый – самые популярные у любителей бани. В парилке обязательно должен быть термометр, чтобы всегда знать температуру помещения. Не обойтись здесь и без банных шапочек, чтобы не перегреть голову. Нужны и войлочные коврики, на них комфортно сидеть. В парилке наших героев всегда будет оздоровительный и приятный аромат. Их банные принадлежности – подголовники, кадушки, шайки и все остальное – из сибирского кедра. Даже удобно очень. А скоро вы увидите… Ощущение прям натуральности такой. Обрати внимание, сделано в Германии. Да, с Истомас. Ой, девушки, скажу честно, смотрю вокруг – чудеса. Нет, ну оказывается, сколько можно всего сделать из простой соломы. А ведь тут еще и ротанг, и папоротник, и другие растения. А главное, что практически все сделано своими руками. А скажите, что для вас было здесь основной задачей? Баня – это прежде всего уют и теплая атмосфера. Нашей задачей было сделать место для отдыха для героев и их друзей. Мы старались, чтобы каждая вещь была на своем месте, и здесь все взаимосвязано. Вообще, в этом помещении все смотрится очень гармонично. Хотя видно, что усилий приложено немало. Так что вы со своей задачей справились. Спасибо. Будем надеяться, что нашей бане понравится героям. А это мы сейчас узнаем. Андрей и Ирина поставили бревенчатый сруб для бани, но не отделали. Решили доверить дело профессионалам. Мы выделили в банном срубе помещение для отдыха, предбанник, парилку и душевую. И оформили все в стиле кантри. Помещения стали красивыми и функциональными. В парилке появились удобные полки и чудесная банная печь, которая со стороны помещения для отдыха выполняет функцию камина. У наших героев есть теперь красивая и удобная мебель и много самых разных предметов, сделанных вручную из натуральных материалов. Эх, а хороша банька получилась. Сейчас, конечно, попарится, но строили мы ее не для себя, а для наших героев, которые, кстати, уже приехали. Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Смелей, смелей. Давайте, давайте. Необычно. Вот это да. Прям продолжение деревни. А? Кантрик, кантрик. Есть немножко, да? Да, чувствуется. Такая лампа. Ух ты. Лампа, лампа, лампы. Ух ты, камин даже есть. И светильники такие. Диван великолепный. Давайте присядем. Ой, какой удобный. Угу. На нем и сидит удобно, и скажу вам, и лежать на нем удобно. Да. Да, да, да. Он раскладывается, да? Он раскладывается. Здесь можно спокойно вот так, глядя на живой огонь. Хорошо. Вот это пол. Это что такое? Это что? Это у нас солома тут забальзамированная. Ну, знаете, мы как-то решили совместить несовместимое. Баню с соломой. И, по-моему, получилось неплохо. Действительно, такое ощущение, что действительно лаком покрыли солому. Пол этот пробковый. Это не просто солома есть. Это пробковый пол? Да, да. Теплый будет, значит, да? Это очень теплый и упругий. Посмотри, какая необычная вещь. Очень удобная, практичная. А-а-а. Кованая, кстати. Да. Ощущение прям натуральности такое-то. Ну, а здесь и есть натуральная. А это кедровая бочка. Но это не просто бочка. А что это за бочка? А это такая мини-парилка. Пойдем посмотрим. Кто у нас будет испытатель? Ну, давайте я. Ну, какие первые космонавты, а? Как их испытывали? Вот в каких-то таких барокамерах не улетит. Ну, давайте-ка. Так, открываем. О-па. Ого. О-па. Ну, вы самые смелые. Давайте-ка. Прошу. Прошу. Присаживайтесь. Здесь очень удобно. Осторожно, осторожно. Вот так. Вот так. Что вы делаете? Все, закрываем. Все, все. 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 Это очень, очень вообще нужная вещь. Потому что не все люди выносят таких жарких парилок. Здесь можно сидеть, расслабляться, получать удовольствие. Очень оздоравливающая вещь. Здорово как. Да? И даже удобно. Серьезно? А из чего она сделана? Кедр. Кедр настоящий. Настоящий. Так что... Здорово. Да? Да. Ну что, выпускаем? Ну, давайте выпущем, потому что... Не теща можно. Давай. В общем, надо даже сидеть. Ну, прям... Ну, слушай, будем считать, что испытание прошло... А тут получается, что она еще и как бы по уровню, да, регулируется? По уровню, пожалуйста, для кого так. Это для рук, это сидение, да, регулируется. Там для ног. Ну, мы вам здесь еще кое-что сделали. Лестницу. У вас же там есть наверху помещение. Да. Наверняка вы там что-то будете потом делать. Ну, да. А лестница уже есть. Ну, естественно, она кроме того, что лестница, она еще и в интерьер вписалась хорошо. Она очень удобная для детей даже. Это только у вас комната для отдыха. Понятно. Ну, ведь отдыхать надо после чего-то. Конечно. Правильно? Конечно. Ну, вот и пойдем. Посмотрим после чего. Ну, давайте сразу направо. Сразу в парилку. Так. Заходите. Вау. Ух ты. А, тепло уже? Тепло. А ведь мы немножко потопили. Просто камин для вашей встречи. А как здесь уже? Камушки. Потому что и вагонка такая. Это липа, естественно. Липа. Это же супер. Слушай, супер. Глянь, печка какая. Слушайте, печка вообще это мечта. Я вам скажу, что вот такой я лично ни у кого не видел. Это алтайский камень. Угу. Держит очень хорошо тепло. Долго нагревается, но держит потом. Вот. Вот прям чувствуете от него тепло. Очень тепло. А все вот эти, ну вот, вот эти ведра, вот эти вот все штучки, это опять кедр. Замечательно. Замечательно. Да, да. Пойдемте дальше. Пойдемте. Пойдемте дальше. Банник. Вот это ведро. Вот это полезнейшее. Опять кедр. Нет, теперь тебя испытывать будем. Ну да, воды нет, воды нет. Можете просто... Ну, хорошо. Работает очень просто, но гениально. Да. Вот такой полной холодной воды. И, а, на себя. Ну, хорошо. Должен вам сказать, что это, вот все это, это еще не все. Теперь пришло время подарков. Подарков? Да. Намечательно. Пойдем. Наш спонсор дарит вам еще один спутниковый приемник Триколор ТВ. Установите его в другой комнате и смотрите сразу два телевизора и сто каналов на каждом. Большая страна смотрит Триколор ТВ. Спасибо. А фирма Томас дарит вам современный, компактный, моющий пылесос Томас Твинтый один. Его аквафильтр обеспечивает постоянно высокую силу всасывания. И создает эффект влажной уборки. А это наша уточка. Символ домашнего очага, уюта, благополучия. Очаг у вас есть, по-моему, здесь довольно уютно. А вот уточка принесет вам много счастья. Спасибо, нам все очень понравилось. Теперь есть, наконец-то, место, где поместите все наши друзья. Ах, это самое главное. И в бочке, и где угодно. В общем, спасибо вам легкого пара и богатой жизни. До свидания. Спасибо. До свидания. Сегодня мы подарили нашим героям баню, о которой они мечтали несколько лет. А какие у вас мечты о вашем дачном участке? Пишите нам. Фазенда приедет и подарит новые чудеса. А на сегодня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok